Как возможно вы знаете, первая часть растения против зомби существует практически на всех устройствах, которые можно лишь голове приставить. Но знали вы, что для каждого этого устройства версия плансферсу зомби своя, и в каждой можно найти видимые отличия. Банально от графики и разрешения экрана, вплоть до вырезания некоторых зомби и добавления каких-то необычных мини-игр или режимов. Но в этом ролике я не собираюсь рассказывать отличия каждой платформы. Не-не-не. В нём я собираюсь пройти и рассказать про одну из множества версий плансферсу зомби, с прилёгших моё внимание. А именно, речь пойдёт про плансферсу зомби с Джава, выпущенную для кнопочных телефонов. Не знаю для кого как, но для меня словосочетание ПВЗ и на кнопочном телефоне уже звучит круто, прям офигенно. И этим меня она и подцепила. Тем более, что начав искать какую-либо подробную информацию про неё из-за появившейся интереса, я практически ничего путного не нашёл. Из того, что понял, существуют разные версии этой версии игры, которые практически ничем не отличаются. Но даже так и про них я чуть позже расскажу, ибо отличия эти прикольные. Проходила, к слову, большую часть этой ПВЗ на стриме. Если кому вдруг интересно будет это увлекательное прохождение посмотреть без монтажа, то это стрим для вас. А так я в основном стримлю на Твиче, поэтому заходите, буду рад видеть. Ну и запустив игру, уже можно подметить значительные отличия. Грустные отличия от всеми нами любимой ПК-версии ПВЗ. И нет, я сейчас не про то, что пропали вазочки с цветочками, хотя и это тоже. Как можно понять от того, что все кнопки на надгробье уже есть, никаких мини-игр, выживание, а уж тем более пазлов, здесь, к сожалению, нету. Вместо них у нас кнопка настроек, альманаха, неработающая кнопка больше игр и пользовательское соглашение. Так что никуда больше нажать, кроме как начать приключение, мы не можем. Давайте играть. Ой, мои уши! Если вы сейчас думаете, что данная композиция будет лишнём, и на других локациях дело с музыкальным сопровождением улучшится, то спойлер, улучши... не улучшится! Это единственная музыка в данной игре. Но всё же, всё могло бы быть не настолько плохо, открою я другую версию этой игры. Согласитесь, звучит определённо лучше, только вот у них другой минус, на котором я не акцентировал ваше внимание. Почему-то даже на кнопочном телефоне есть версия с разрешением 16 на 9, а на ПК приходится к фанатским модам прибегать, чтобы исправить данную проблему. Я... я просто не понимаю этого. Ну и о чём это я? Да, данная версия, можно сказать, в основном отличается как раз чёрными полосами и качеством музыки. И выбирая между этим, я, конечно же, выбрал убрать полосы, ибо музыку я могу какую угодно вам поставлять на монтаже. Могу, правда не хочу. Мне хочется вам поставлять лишь данную композицию в плохом качестве на протяжении всего видео. В плане изменений, наверное, это вроде как всё. Ах, хотя нет, не всё. Есть ещё одна интересная версия, про которую я забыл рассказать, и рабочую ссылку на скачку которой я не нашёл, так как данная версия предназначалась для китайского региона. В общем-то, в ней кусты от нас не сбежали. Как вам данная информация? Ладно, ладно, понимаю, не очень. Тогда как вам такое? В ней первым растением дают не вот как нам сейчас горохострел, а... Неа, вам как и мне не мерещится сейчас. И нет, это не улучшение на арбуз. Это просто ледяной арбуз стоимостью 200 солнц. В чём прикол подобного геймплейного хода, я не знаю, но это забавно. И я бы даже не отказался сразу подобное проходить. Но, к сожалению, как я уже говорил, рабочих ссылок я не нашёл, и я не нахожусь в Китае, чтобы данную версию как-то раздобыть. Так что про подобное удовольствие в виде ледяного арбуза со старта остаётся лишь мечтать, а вернувшись в реальность, понять, что у нас, как я уже и говорил, первым является по канону обычный горохострел, который, правда, скукожился немножко, а как-то... бедняжка. Ну а про зомби... Ну а что зомби? Как мы можем видеть, они обычные, только растительность у них вовсе пропала с голов. Теперь даже этих поодиночных волосков нет. И что интересно, и что я почему-то не подмечал ранее, не передавая вообще никакого значения, на данном первом уровне нет волны зомби. Вернее, она типа есть, но вот тут её нет. И так везде, в том числе и на ПК-версии, на которой все мои ролики по ПВЗ сняты. Может быть, это такая неожиданность на первом уровне сделана, что вот, по полосе ты уже вроде прошёл, радуешься, а тут бац, волна какая-то, много зомби, а в дальнейших уровнях мы уже типа знаем, что такой прикол существует. Вот нами показывают флажочки, ибо по-другому я не знаю, почему вот оно так сделано. И по поводу волны, кстати. Как мы знаем, её неотъемлемая часть это зомбу с флагом, а здесь, оказывается, нету его главной фишки. Скорость у него, как и у обычных зомб. Лопата, она тут есть и уже хорошо. А, ха-ха, вы только посмотрите на Дэйва. Мужик, что с тобой? Почему он так странно мигает и такой дёрганный? Выглядит крипово. Хоп-хоп-хоп. А, стоп, что? Подожди, подожди, а где боулинг? Что это такое? Ну блин, ну как так? Как это нету боулинга? Я в шоке, ребята. Уровень 1.6. Как, возможно, вы подметили, прошлые три уровня я проходил без подсолнухов, чтобы как-то поинтереснее игралось. Но для этого уровня, чат на стриме придумал мне ещё более интересную задачу. Пройти, используя только мины. Если уж нам игра не даёт мини-игры, то мы сами себе будем придумывать их. И игралось так довольно-таки забавно, хочу сказать. В конце, правда, один орех пришлось поставить, чтоб не проиграть. Ледяной горохострел. Особо про него нечего говорить, он работает так же. Но хотел бы подметить, что эффект заморозки у зомби выглядит несколько иначе. А вместо того, чтобы делать их синиме, тут им ляпят снежинку какую-то на лицо. Вот. Десятый левел локаций денег. Ого, так всё же здесь есть конвейер. А в чём реально тогда была проблема сделать, ну ладно, если не боулинг, то какую-нибудь другую мини-игру на пятом уровне. Мне лично непонятно. Ну ладно, нельзя так нельзя. Зато можно перейти на локацию ночь. Я нахожу сказать, и меня ещё больше даже не то, что удивило, а огорчило. Правда, не сразу, а когда я дошёл до уровня 2 и 3. Никого не замечаете? Хорошо, а если перейти на уровень 2 и 4? Здесь попросту нету зомби с дверью. Но вот скажите, пожалуйста, где, где он? Куда он делся? Зачем мне вместо него впихнули зомби с палкой сюда? О, ну и это же в этом уровне, если не ошибаюсь, по идее дают альманах на ПК-версии. А тут он у нас изначально есть. Что интересно дадут? За... записка? Останься в живых. Хмм... Хмм... И кто же её мог бы написать? Уж явно не для зомби, а тем более зомбоссов в приоритете, чтобы я выживал. Свои предположения можете написать в комментариях. Уровень 2,5. Ну и тут тоже, к большущему сожалению, нету мини-игры. Эх, записка меня лишь обнадёжила получается. Увидя её, я понадеялся, что что-то добудет. Но... Увы. Единственное, что могу подметить, это необычный набор зомби. Зомби с шестом и кассетой вместе идут. А так, наверное, всё. О. О, он тут есть, ура! Футболист, я уж думал, и ты пропадёшь. Здравствуй. Но будет ли... Да, будет. А зачем тогда зомби с дверью обделили? Тем более, что лично для него, в отличие от этих двух, придумали демокрип. Ой, как-то эти парни, которых ты призываешь, странно выглядят. После головы сразу идут руки и ноги, колобки какие-то. А, стоп, ты всё-таки есть? Ну, я прям приятно удивлён. Молодец, что нашёл дверь. Тогда то, что вот так наборы зомби в уровнях поизменяли, даже дают какой-никакой интерес играть. Бассейн. Про него мне нечего вам в целом рассказывать, но хочу акцентировать ваше внимание на уровне 3.3, так как в нём мне стало интересно проверить такой же лимит солнц, как и в остальных версиях в размере 990 солнц. И как оказалось на моё большое удивление, нет. Здесь лимит не был пойма на данных числах, а так как тут существовала достаточно распространённая проблема для игр по ПВС, которые есть даже в последней недавно вышедшей части, а говорю я о том, что зомби начинают грезть растения, находящиеся полностью за собой, то я решил сделать более подробный эксперимент по выяснению лимита солнца, зажав зомби между орехами и копя солнца до 6-ти значного числа в размере 100 тысяч. Занял у меня данный процесс около часа, и в конце даже он чуть не провалился, ибо я буквально на несколько секунд отвлёкся, когда расспрашивал чат, каким растением будет уничтожен данный легендарный зомби, съевший уже 29 орешков. И за это короткое время он успел прибавить к своему списку жертв аж ещё 2 орешка, чуть не добежав к газонокосилке. Было бы очень невероятно обидно так провалиться, когда оставалось собрать менее 7 тысяч солнц. Но всё же, насобирав их и перешагнув в отметку 100 тысяч солнц, я убедился, что тут лимит солнц не 100 тысяч. Да, всё, это весь эксперимент. Тем, кто, кстати, будет уничтожителем зомби, чат выбрал кабачка, но газонокосилка оказалась быстрей. Вновь записка. Тук-тук, теперь ты должен открыть дверь и сказать, кто там. Это всё, конечно, круто, но неужели и магазина здесь нет? Типу, ладно улучшения, но как же дополнительные слоты, а легендарные грабли? Хммм, будем считать это такой челлендж о недостаток игры. Тем более, мне иногда просили пройти ПВЗ без магазина Дэйва. Что ж, вот. И к слову, я как будто начинаю понимать, как работают 5 уровни локации, в данной версии. Смотрите, по идее у нас должна была бы здесь мини-игра с мелкими зомби, но её нет. А вот зомби идут в данном уровне такие же, как бегают в этой мини-игре. Жаль, спаун их был, правда, не такой же сумасшедший. За весь уровень выбежал один футболист, и то, в самом-самом конце. Стоп, ну не, я буду верить, что история будет похожа на историю с зомби-стверью, хочу увидеть здесь зомбоний и бобсалистов. Ммм, тут не будет даже дельфинов, сразу двоих зомби вырезали с локации. От этого последний, десятый уровень бассейна выглядит, как избиение зомби, ибо он и с их наличием был достаточно лёгким, а без них, так тем более, простачки идут какие-то. Наверное, один из самых сильных зомби в ПВС. За счёт своего надувного круга утки делается невероятно сильным. Морегрип, означающий переход в следующую локацию под названием Туман. Правда, тут на ней его нет. Да, я серьёзно, на локации Туман нету Тумана. Но не только эти, меня поразила эта локация. Как оказалось, морегрип теперь ну прямо гигачат какой-то, так как непонятно почему, но он стреляет на любую дистанцию. У него нету ограничения ренжа в три клетки, как у спора гриба. Отчего мне даже смысла как такового не было садить что-либо на воду. С любым противником они более чем справлялись, тем более за свою-то цену. А ещё, каким-то боком у нас зомби с дверью нарисовался, которого я не припомню на локации Туман. Я ж не ошибаюсь, он же не шёл в Тумане. Верно? Фонарь нам не дали, логично, снова запис... Ааа, дополнительный слот? О как, ну вероятнее всего больше нам слотов точно не дадут, просто потому что некуда. Да и в конвейере я считал, тоже было место лишь на 7 слотов. Тогда ты и подумал, что его выйдет прикупить, а нам его просто дали. О, дедуля здесь присутствует, удивлён, механика как-никак у него довольно необычная. А прошлых двух зомби нам полагаю, как раз таки из-за них и не дали увидеть. Ну или есть какие-то другие причины. А почь, почь он ничего не изорвал, бракованный какой-то дед. Кактус, литун, ну хоть и главной фишки эта локация не лишилась, если не учитывать туман. И теперь даже какой-то толк появился светить кувшинки на воду, а на кувшинке кактусы. Хотя, можно ж просто всё грибом судьбы взорвать. Вновь записка, что же на этот раз? Осторожнее с топором. И к чему это? Не понимаю, какой топор? Снова записка, будет работать на мозг. Чё-то я теперь вообще не понимаю, я какую-то нить повествования потерял, ну или что это значит-то вообще? Ну, вазобой, очевидно нет, но, хах, почему мне слота изначально игра дальше кладёт кактуса? Литунов-то нет. И вновь записка, это какая-то переписка? Ну с кем я общаюсь? Фанат, ты где? Выходи. Мозги. Это напугало тебя? Ммм, оставлю пожалуй вопрос для вас. Опа, копатель есть, офигеть, давайте тогда сразу возьмём мину для теста, вдруг тут что-то необычное произойдёт. Ну и это хоть какой-никакой способ будет наверное контрить его, так как нераздаённого грохострела, ни тем более звёзд оплода нам не дали, а вот шахтёра подсунули, нечестно. Хотя, всего один шахтёр за уровень. Ладно, ладно, честно даже очень. Опа, он не остановился съесть мину. Теперь вопрос в другом, который я хочу выяснить, а взорвёт ли его вообще мина под землёй тогда? Ура, ни записка, ни раздвённый грохострела, сразу звезда. Ой, атакую мне уже отправляли, повторка. Эээ, да где зомбо-шахтёр? Второй уровень, его не наблюдаю. Хотя, в данном левеле я вообще никого не наблюдаю. Как с такими нереальными зомби я должен пытаться проходить, я даже не знаю. Фух, это было очень трудно, прям нереально, на грани невозможного. А записки, видимо, да, по кругу пошли. О, Бога, но, но где шахтёр? Я ж таки не узнаю, взрывает ли его мина под землёй тут. Эх, может тогда кто решит вдруг из вас сразу узнать, то пишите свои результаты исследований в комментариях, самый подробный закреплю. А, что? Я ещё могу понять, почему тут дождя нет, но каким боком тут стартовые растения и... и морегрип? Пока я прям в шоке с тем, как поглумелись на данной локации. Если на прошлой просто двух зомби не было, то тут же вырезали механику локации. Растения, которые помогают убрать эту механику в виде тумана. Ну и чем-то разрабам раздвенный кархострел не угодил вместе с магнитом и тыквай. Так ещё и в посреднем уровне локации дают не растения, полученные на локации. Ну и честно, шахтёры я тоже могу сказать, что вырезали, ибо он сейчас роль ети как будто отыграл, но никак не своё. Капуста, но давайте её не брать и потесить механику наклон... А, что? Э-это прикол какой-то? Почему я не могу брать 90% растений? Вот, я на них нажимаю, а они не берутся. Какой логикой определялись, какие мне можно брать, а какие нет. Чё-то, ну это уже вообще фигня. Какая разница игре, что я хочу взять? Но раз я сказал, давайте пройдём без капусты, то давайте пройдём без капусты. Будем зубастиком вместе с кабачком зомбу уничтожать. Ну вот же, зомби ходят по наклонам, значит, он тут присутствует. Так почему растения отобрать не могу, стреляющие прямо? Но даже ладно о ней, не на то, что вам сделало, что её тоже запретили. Может, при появлении горшка нам дадут их ставить? Ага, конечно. Каждая локация меня всё больше и больше поражает. Ого, капульта тачка, уж кого-кого, но тебя я тут не ожидал. А, но хочу подметить, даже получилось здесь изменение, которое изначально даже не понять. С нулевой газ в полу, отчего, как кажется, будто её с зомбой не попутали, но доехав до нужной клетки, находящейся чуть ли не в центре карты, она останавливается и начинает исполнять свои функции. И, так же, как в оригинале, спустя какое-то время начинает ехать по причине окончавшихся снарядов, что, правда, тут визуально не сделано, и лишившись из этого газонокосилки, я подметил ещё один прикол, который отсутствует тут. После потери газонокосилки, зомби не перестают идти на какое-то время на том ряду, где она была задействована. С таким же напором пруд. И, смотря на подобные механики, даже происсказывается ощущение, что некие элементы для хардмонов брали отсюда. Блин, я не верю, что тут не может быть каракантио, здесь и так много чего на локации не было. Зомби на трозанках, какао-боб, чеснок, зонтик, ромашка. Если его не будет в следующем уровне, я прям расстроюсь. Это явно не каракантио, а влепили его явно вместо него. Эх, шаль старевика не увидим. Последний вероятнее всего уровень в данной игре. Ну давай, меня уже ничего не удивит. Хм, окей, битва с боссом, но днём. Почему нет? Я ожидал, что и этого здесь не будет, и вместо этого нам дадут просто зомби с конусами. Но нет, всё-таки босс. А, я ему 4 хп одним перцем снес. Стоп, стоп, мне это не мерещится? Гарганзюа всё-таки есть? И тут, вероятнее всего, мне нужно рассказать прикол, почему, как я понял, у меня его не было. Посмотрев немногочисленные прохождения на ютубе, казалось, что у кого-то он был и на уровне 5.8, и 5.9, у кого-то лишь на 5.9, а у кого-то, как и у меня, его вовсе не было. Странный баг. Тем более, что он связан лишь с Гарганзюа, но я даже рад, что поймал его. когда я увидел Гарганзюа, когда я его уже никак не ждал. Я прям по-детски обрадовался. Тем более, что выглядит здесь он достаточно комично, смешарик какой-то. Босс пройден, серебряный подсолнух получен, а золотой-то как тут получить? Хотя, вот.